Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель принесись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, именем Иисуса Христа, Бога нашего, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Тебе же слава слаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и вовеки веку. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Сегодня 11 декабря 2019 год. Послание к римлянам, 8 глава, 8 стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть имеющие мудрование плотское не могут угодить Богу, пока остаются такими. Ибо плоти он назвал не сущность плоти, но жизнь, грубую, плотскую и делающую всего человека плотским. Так и в Ветхом Завете сказано было, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, ибо они плоть. Бытие 6.3 Далее. Вы не по плоти живете, то есть не плотской жизни служите, но духовной. Для чего же не сказал, вы не во грехах живете? Дабы ты знал, что Христос не только угасил мучительство греха, но и плоть сделал более легкой и более духовной. Как железо от продолжительного прикосновения к нему огня само делается огнем, так и плоть тех, которые получили Духа через крещение, вся делается духовной. Слово «если только» употребляется здесь не для обозначения сомнения, но при полной уверенности вместо «поскольку Дух Божий вас, то вы в Духе». Не сказал, если же вы не имеете Духа Христова, ибо такое выражение весьма неприятно, но говорит неопределенно, если же кто Духа не имеет, тот и не Христов. И справедливо, ибо Дух есть печать, посему, кто не имеет печати, тот не принадлежит Господу, означаемому этой печатью. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Скажешь, как определить, имеешь Духа или нет? Я добавил ее. Игнат Игоревич, ответьте, пожалуйста. Ну, я первое скажу, Дээш, и мы говорили, заменить на фотографию и на подпись. Второе, место, касающееся Духа Святого, и как бы в благоприятном положении, а на самом деле это одно из самых страшных мест в Писании. Поднимитесь, Игнат Игоревич, пожалуйста. Понимаешь, а тогда мне все видать здесь, я не знаю, что с ним делать. Не надо самому подниматься, не этот, здесь. А тогда у меня здесь все видать, аппаратура-то не годится. Как проверять? Сам ты себя проверять будешь или кто-то? Мне такой вопрос и задал. Идем в занятия, и один говорит, а мне кто это должен сказать? Или я сам как-то узнаю? Вот на этот вопрос еще ответить надо. Потому что то и другое не сходится. Если ты ощущаешь и имеешь, а другие не видят. Иисус сам Бог, Бога-человек, а Ему другую характеристику дает. Исцеляешь силой бесовской, князя бесовского даже, Берзеула. То есть ошибка, не ошибка, а уже осатанилась ума. Даже в самом Боге эти праведники, парисеи, кто там, саддуки нашли. Человек это должен сам знать. А в чем оно выражается? Ну, в первую очередь выражается в огненном желании, горение внутри. Внутри меня был разлит, как огонь в костях моих. Я пытался молчать и не мог удержать. Вот это слово Иеремия, оно должно нас и побуждать. Так ли это? Ходит человек, молится. Да, что-то у нас есть в общине где-то. Я в прошлый раз говорил об этом, но не называю по имени-то. Он сидит человек спокойно даже. Другой спит, а другой не спит. А у них состояние одинаковое. Он никогда не задаст ни одного вопроса духовного. Он его не тревожит. Задать можно. Зайди на вопросник, как в нашем сайте. Дальше. Никогда он не попросится, чтобы ему помогли развить свои таланты. Как бы приобретать души, как пойти на свидетельство. Признаков много. Но одно из качеств, которое уже назвали, это огненное желание угодить Господу. Итак, бегите, чтобы получить. Он все время понимает недостаточность отдачи Христу. Всем умом. А ум-то и не развитый. Так виноват-то кто? Ну вот так не надо. Кто? День прошел. Чему научился? Император Тит, который разрушил Иерусалим, он об этом тосковал. Он язычник. Я сегодня ничему не учился. Я зря прожил день. Это есть у святых такие выражения. А как это проверяется? Ну вот самопроверяй. Как ты? Доволен этим положением? Нет. Но здесь одно из качеств будет смирение. Это мы узнаем уже из допроса сатаны. То есть ты не пьешь. А я вообще не пью. Ты не спишь. Сколько? Да два дня могу не спать. А я вообще не сплю. Миллиарды, может миллионы лет. Так разговор как бы идет здесь. А что не хватает? С Антонием Великим говорит. Смирение. Вот терпеть не могу. Вот в людях это сразу проявляется. И нельзя ничего не заменить. Нормальный разговор. Все идет. Как только сказал. У него сразу рога выставлены. Сразу же у него рога. Под этим нимбом. Что ты меня учишь? Я сам не знаю. Ты слушай. Ну, то есть он начинает дерзить. Никакого там духовного продвижения быть не может. Он замкнут в этой скорлупе. Это вопрос очень серьезный. Ну, вы знаете. Друг был у Серафима Саровска. Матавилов, дворянин Александр Николаевич. И он долго людей расспрашивал. Ходил, ездил по монастырям везде. И вопрос простой-простой задавал. В чем смысл жизни? Ну, в чем спасти душу? Правильно. Ну, она что говорит? Обтекаемая форма. Как именно? Вот все везде умом, крепостью, душой. Все всем-всем-всем. На меньшее Бог не согласен. Если 99% Богу не нужно. Только 100%. Зачем слово «всем» четырежды повторяется в одном предложении? А ты начни вот это самое. Возлюби Господа Бога твоего всем умом, всем сердцем, всей душою. А дальше-дальше уже люди добавили. И всей крепостью. Вот разбери. Надо узнать, кто ты, какие твои таланты, как ты живешь. И пойми, где у тебя по счастям, а где целиком для Бога. Он отдал для нас все. Не по счастям. Он где? Нет больше той любви. То есть, нету. То есть, вершина какая? Если кто отдаст душу за ближнего. А Христос? Христос умрел на Голгофском кресте. Высочайшая. И вот он спрашивал, спрашивал, а Серафим Царовский ответил просто. Я лично считаю, может быть, кто-то и не согласен. Никто так точно, ясно не выразил так кратко, как Серафим Царовский. Как он сам это узнал? Или ему Дух Святой открыл? Он ответил, стяжание Духа Святого. То есть, ежедневно, с утра до вечера, с вечера до утра об одном. Стяжание Духа Святого задача. Но об этом как раз и есть спасение. В этом есть и служение ближним. Дух Святой будет тебя обречать. Мне хорошо, когда рядом друзья, которые хвалят, помогают. Но не тот друг, кто медом мажет, а тот друг, кто правду в глаза скажет. И вот такие друзья нужны, которые помогали бы, показывали, а я требую обличающих меня. Мы встречаемся вместе, я этот вопрос задаю. А что там про нас слышно? Батюшка приехал. Что про нас слышно? Так что это за вопрос такой? Обличающие в первую очередь. Я хочу узнать, где они, на что. Рядом стоящие ничего не говорят. Так я тогда, может, где-то далеко. И которые нападают, но нападают, я вижу, что они совершенно не по делу, не это неправда, и сам икон нету, Божьей Матери. Они прочитают, но я на это отвечать не хочу. Ничего нету. Я оглядываюсь, а про кого говорят? Так и здесь. Здесь человек, который живет. Это первые два условия для спасения. Родиться свыше, быть крещенным Духом Святым, не водой, только Духом Святым. Крещение Духом Святым еще есть. И как ты это воплощаешь в жизни? Родиться свыше и быть Вадимым Духом Божиим. Все. Вот это вот, как у тебя есть, спасен на сто процентов. А вот тут и проверки нету. Ну, я, видишь, отклоняюсь от разговора, как бы, муж и жена. А кому легче спасать? Конечно, жене. Жене. У ней, конечно, если все по закону, она его слушается, не перебивает, она внимательная к нему. Он рядом, она подойдет и обнимет, и скажет, ну, что ты как? Ты видишь, что у меня изменения есть. А мне это, глава Христос, а я разговариваю, а голос я не слышу. Одобряют, а меня не одобряют. Ей это легче, я живой. Жене глава муж, а мужу глава Христос. Дальше я не буду идти Христу, глава Бог. Это по человечеству. И вот и здесь. Вот это, я говорил проповедь неоднократно, и в Москве говорил. В Москве. Восемь-девять. Это девятый стих. Кто Духа Христова не имеет, тот и не имеет. Это роковое место. Для православных оно вообще неизвестно. Я ни одной проповеди не слышал. Ну, самое знаменитое, то есть чаще в интернете встречаются там с Осипом. Кто Осипа будет говорить об этом, то что смеяться-то? Пусть он сначала галстук снимет. Удавку эту масонскую. Я и не поверю ни одному слову его. В 84 года там бреется. Срам один. Дух Святой бы обречил и показал. Не надо, не надо, чтобы тут я выходил, и чтобы они меня гладали. Понятно. Ему только слово сказали. Там какой-то, ну там, Максимов или кто-то. Он мгновенно бросается. Ему не рано. Это питание его. Если в день он никого не укусит, на кого, на устькали, то ему деньги платить не будут. Я уже узнал, сколько платят и как они отдыхают. На меня нападает каждый день в среднем так. В среднем, я не знаю, ну, полсотни примерно, полсотни. Я блокирую их и все. Там никакого духа, кроме духа тьмы, нет. Все ложь. Ну, нет ничего этого. Батюшка наш служит, он неблагодатный. Батюшке уже литургией служить нельзя. Приезжает местный митрополит, служит, радуется. С себя снимает крест с украшениями. С себя во время литургии. И на батюшку надевает. Вы же видели это. То есть, ну, награда такая. Награда-то. А те, которые где-то там сидят, разные там дулевища, дворкины-то, ну, все сказать-то, чтобы не согрешить. И они ни света не знают, ни добра, ни ничего не понимают. Полные, деревянные мозги и сердца. Так выразиться. Я-то знаю, по себе определяю. Меня иногда спрашивают, а у вас, любимчики, есть? Есть. Ну, а как же так? Почему не одинаково? Я говорю, а почему Христос не одинаково? Подчеркивает ученик, которого любил. А остальных он и не любил? Понимаете, тут легко отвечать. А сразу замолкну. И вот этот стих отвечать, его нельзя ответить. Им надо жить. Просить Бога. Открой нам это. Что нам делать? Почему? Это третье условие. Когда спрашивали апостолов, а они не знали, люди спрашивают, поняли одно, что мы распяли, а распяли того, которого тысячелетия ждали. Пришел Мессия, и мы распяли. Что делать? И 2.38. Деяние говорит. Покайтесь. Согласитесь, что вы сделали страшный грех, что мы распяли Владыку Пророков. Покайтесь. И потом немедленно креститесь. Что медленно? Встань крестить, а мой грехи твои. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов. И вот тогда очищены. Получите дар Святого Духа. А когда этого нет, умощение лбов, и люди приходят неверующие, ну, еще спрашивают. Вместо одной причины развода сегодня в патриархии 12 причин. Блудилище устроили. Блудилище. Такая-то скажет, а да, у одобрили. Ну, я тебе сказал, ну, что дальше-то? Лучше бы не жениться и лучше бы не родиться. Сейчас ученые, все везде, сейчас только ролик смотрели, доказывают, где гиена, где огонь, какая температура. Ну, все это предположение. Главное, быть в Духе Святом, и ты будешь знать, что такое говорить. Ну, а как узнать, где как? Я покажу тебе еще раз. Вот, смотрите, я показываю щетки, сотни, я не признаю, не пятидесятница, сотни, сто, сто и десять, и мы каждое утро молимся здесь. Тебя Господь будет побуждать, чтобы не меньше семи раз в день, не считай утреннее, вечернее. Ну, и то, получается, тысяча поклонов. И вот, да что это? А то, что тебе разговаривать неохота будет. Когда вот молишься, я не могу уже дальше объяснять, я просто говорю на уровне чувств. Что-то там такое делается, как будто тебя здесь нету. Я не имею специального образования духовного, чтобы пудрить мозги. Я просто говорю, какая-то другая ступень, куда тебя Господь возводит и показывает. Никого нигде нету. А у тебя уже желание с кем поделиться радостью, которую ты испытал. А в чём она радость? Я не могу объяснить. Это внутреннее. Это понимают те, которые рядом. Это Бог даёт. А когда нету... Ты не чувствуешь молитву, разбей день на семь, на семь частей. Я это испытал, и особенно где в камере, когда преступники одни вокруг. И спрашивал тех, которые сидели, было ли так ни у кого. Ни одного я ещё не встретил. Они на меня глядят, при том люди хорошие. Глядят на меня так, как будто бы я с планеты, с какой-то... Да как это? Как это? Ещё на земле? А спроси Серапима, когда он молился, выходил, руки поднял, и не опускают, его выводят, лесо засияло, и... И зачем? Он не может ещё сказать про страцию. Вот это состояние у нас здесь было. Приходили люди не нашего круга. Ректор огромного университета, 21 тысяча студентов, Барнауль, Алтайский государственный технический университет. Я 18 лет вел там занятия. Приходят Евсегнеев Владимир Васильевич. Только аудиторию открыл. И ко мне сразу... А что это за люди? Как что? Это студенты. Тут есть и краевая администрация, районы, и КГБ, и кого-то и конец. Я не про это. А вы разве не видите? А что? Лица у людей светятся. Он зашёл, который жизнь положил среди студентов, и он никогда этого не видел. Вот мы сидим, занимаемся тут под Берёзкой, где мы сейчас... Откуда я говорю? Занятия. Вытащили, провода тут натянули, чтобы записывать можно было. Заходит директор красного магазина Исаев. Чё он пришёл? Я не знаю, какой-то у нас товар, и что ли, мне они давали. Он только зашёл, и остановился. А что у вас такое за место? Я говорю, а что? А вы разве не чувствуете? А что? Да тут какая-то особая аура. Аура? Он по-своему выражается. То есть то же самое и говорит. Люди сидят, и лица светятся, мы не видим. А вы в это верите? Абсолютно. А что это? Смирение. Как Серафим Царовский говорил, чтобы ум плавал в Евангелии. Вот у нас ответы сейчас, у меня уже 11 человек помогают работать. Раскубарить эти ответы. 4124. И бывает кто-то против, кто-то что-то, а Господь поворачивает. И у нас уже почти коллектив сложился. Вот. И уже понятно, я сказал, кто непонятно, обращайтесь там к Семёнову, Вячеславу, к Пупкову Сергею, там, ну, которые знают, что, как правильно оформлять это всё. Вот. И мы здесь себя как наточили, на каком проверяем. Я тут наговорил, там, может, много, но я говорю, то, что от избытка сердца говорят уста. Вот это место, это надо пережить. И тогда я ничего не хочу. Я всё получил. Я с Господом. Вот. Какие твои желания? Говори, исполни. Господи, только не, чтобы на нижнюю ступеньку не переводи. И мы здесь сделали такое, чего не сделали люди за 1300 лет. 1300 лет назад написан канон Андрея Критского. Его считают такой, какой есть. И только у нас по милости всемогущего Всевышнего Создателя перевели на 2-3 ступень. Там покаянные для оглашенных возвели на 2-ю ступень благодарность. И на 3-ю подняли слабословие на ангельскую ступень. Помню, первый раз, когда Богуслужение прошло и пели. Кончилось, уже позднее время, перед Пасхой, дни короткие ещё. Люди расходить не хотят. Сидят, поют и поют. Вот и весь ответ. Если кто понял, блажен он, да будет у Бога. Ладно ли я сказал, не знаю. Может, умнее скажет только, кого я знаю, отец Геннадий Фаст. Ну, он грамотный, а я неграмотный. Я просто чувства передаю, потому что вопрос о чувствах. Проверить нельзя. Никакая лампочка мигать не будет, целиком-то или не целиком. И ты всё время будешь чувствовать недостаток. Недостаток. И охота ещё выше подняться. Всё у меня. Спасибо. Получайный чай. Образ-образ. Да? Не слышно. Веру чай. Пишите, не слышно. Так, ещё вопросы попросили. Да, что хотел спросить? Узнай. Видно, что человек хороший, но пускай заменит эту картинку-то. Вопросы по прочитанному ещё есть? Да, там 9 градусов и видеть. Правильно, это зашло. Так, вот у меня вопрос, Игнать Тихонь, слышите? Вопрос. Вот, в Ветхом Завете сказано было, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками. И дальше, Ибо они плоть. Вот вопрос, Ибо они плоть. Что это вот обозначает? Если бы было бы написано, Ибо они достойны этого духа, а то, как бы, Ибо плоть, это уже, как бы, приговор такой, но раз плоть, тогда и не надо ему, это духу моему быть в этих плотских людях. или это Ибо плоть имеется в виду, что раз вот они плотские, то им и необходим этот дух. Но они же пренебрегают этим духом. Это тут место непонятное Ветхого Завета. Кто может объяснить? Володя, давай ты объясняй. Пащенко. Написано, земля расплилась, то есть, идет о человеческом состоянии души, о греховной. То есть, Бог говорит, что это растление должно кончиться. Не вечно, духу моему быть пренебрегаемым человеком. То есть, когда в человека входит его плотскую душу, то это растление, этот разврат, или как сказать, греховная, эта жизнь плоская, грубая, она по замыслу Божию должна прекратиться. А когда она прекратилась? Потоп. Во время потопа это он как бы говорит, что ну просто уже до предела дошло. Все, не вечно. Потоплю всех. Аминь. То есть, это он отражает то, что все уже чаша наполнена терпением. Была вот до потопа, когда сыны Божьи заходили к дочерям человеческим, брали их в жены и рождались эти исполины то есть не какие-то люди, которые особенно Богу были неугодны. Просто смешение произошло людей Божьих с людьми бесовскими, ну то есть кокориниты с этими как люди Божьих называют. А я так понимаю, что люди были плотские вот в Ветхом Завете до тех пор, пока не сошел Дух Святой. Это прекратилось. Стали жить по Духу. Вот я так поняла. Не, ну в Ветхом Завете же тоже духовные люди были. Там, ну, и, или, ну, ну, ладно, тогда понятно, да, там про потоп говорится, согласен, но как это с нашим стихом теперь сочетается? То есть он говорит, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть это уже он к новозаветным людям, христианам, же, к Римлянам обращается, то есть уже не имеет тех людей, которых Бог потопил в виду. Он дальше говорит, но вы не по плоти живете, то есть вы, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, если что-то Духа Христова не имеет, то ты не его. Как это с потопом? Или он потопал? А вот так. Посему говорит, вот выше сделай, пожалуйста, назад. Посему живущим по плоти Богу угодить не могут. И вот этот стих и показывает, что вот и то, что он их потопил, ну, соответственно, человек, они жили как бы по плоти, соответственно, Господь их покарал и это. То есть угодить ему не могут вот так. Вот они не угодили ему. Но вы типа не по плоти живете, а по духу. уже именно у которой Богу угождаешь. То есть это Бога устраивает, что так человек живет. Можно добавлю? Можно. Да. То есть у них, у плотских людей никакого духовного именно разумения ничего нету. Именно они об этом даже не помышляют. Как вот Господь сказал, говорит, что думайте о Царстве Небесном, а остальное все приложится вам. То есть помышляйте о Царстве Небесном. Все остальное приложится вам. То есть все, что на земле Господь тебе и даст и пищу, и одежду, и кровь, и все, и работу даст тебе. И главное иди, то есть занимайся духовными делами. Проповедуй, делай добрые дела людям, то есть подавай милостыни, говори по возможности говори где-то о Боге людям, где-то там на работе, где-то там находишься. То есть вникаешь в Слово Божие, молись, то есть это все духовные вещи, которые тебе нужны для спасения твоей души. Как вот юноша подбежал, говорит, как мне спастись, чтобы он исследовать жизнь вечную. То есть вот такой вопрос у тебя должен стоять всегда. Как мне угодить Господу, чтобы он исследовать жизнь вечную. А у них этого нету разумения. Ты сам сколько молчат рулетки, на улице сколько встречал людей. Они даже взор к небу не хотят обратить, даже об этом не задумываются никогда. Кто они, зачем они живут, какова их дальше будет жизнь. Они думают все, умер и все на этом все прекратилось. Вот это есть плотские помышления. Так, еще вопрос. Сергей, если ты, как говорится, бродишь по земле, ты живешь по плоти. Если ты головой в небесах, то живешь по духу. Все здесь так понятно в принципе. Нет, правильно разбирать-то надо. все как раз все глубже разбирается. Действительно, если все помыслы о земном у человека, то наиболее, то есть человек подвержен влиянию сатаны, потому что даже написано, он будет жать тебя в питу. То есть ты питая, она по земле идет, когда ты когда о небесном, то недоступен для дьявола. Ну, то есть вот это устрашение духу моему ветхозаветнее, оно подталкивает людей, живущих по плоти, именно о иных страхах спасать. То есть он напоминает ему вот это изречение из ветхого завета. Помните, что с теми было плотскими людьми? Господь их потопил, уничтожил, и вы давайте, меняйтесь, потому что Бог устал миловать, он долго терпит, но крепко бьет, то есть он терпел тех людей, терпел, потом потопил, потом дальше там терпел, садом, гаморру, сжег, вот так и вы, хватит вам уже в этой земной, тленной жизни думать-то. Вот такое как бы у меня тоже. Далее читаем. Время нам 8-10. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Толкование. Опять утешает слушателей, когда говорит, а если Христос в вас? Некоторые под Христом разумели здесь духа, но это неверно. Апостол дает разуметь, что имеющий духа с большой буквы имеет в себе самого Христа, ибо где одно из лиц Святой Троицы, там и прочие лица. Что же будет, если Христос будет в нас? Тогда тело бывает мертво в отношении к греху, и Дух Святый в вас есть жизнь, то есть не только сам живет, но и другим может доставить жизнь. Дух же есть жизнь для праведности, то есть потому, что мы оправданы Богом, и это праведность или оправдания сохраняется в нас, а когда она сохраняется, то греха не будет, когда же нет греха, то нет и смерти, а остается наконец жизнь везде и в настоящем веке, когда станет жить по Боге, ибо та жизнь называется собственным смысле жизнью, когда мы мертвы для греха, и в будущем, где жизнь нескончаемая. Так, ну, давайте у кого по этому стиху вопросы, недоумения, замечания, мысли какие-то более глубоко расширить это место. Да, тело мертвое для греха. Мы знаем, что Христос, живя в теле, был безгрешным, мы в это верим. Вот, а раз он был безгрешным, то и мы, впустив в себя Христа, тоже становимся мертвыми для греха. Вот, но здесь в православии есть такой у нас перекос, мягко сказать, перекос. То есть, когда священники призывают чаще исповедайтесь и чаще причащайтесь, то есть, тем самым они как бы ну, спустите в себя Христа и не то, что там перестанете грешить, а ну, грехи будут прощены. Вот еще есть такое как бы соборование, и там говорят, что на соборовании прощаются все грехи, которые ты забыл произнести на исповеди. Вот, тоже, мне кажется, это такой перекос. То есть, нужно сначала покаяться, вот Игнатий Тихонович впереди, говорит, что нам делать, как узнать, есть Христос или там в нас или нет, он просто был за нам. То есть, признать себя погибшим грешным, покаяться в грехах, пообещать Богу больше их не делать, не делать, а не так, что я сделал, вот он причастие проглотил, как бы, противоядие такое от греха, и опять можно грешить. Опять пошел этот грех запинающий, опять сказал, опять таблеточку мне. И вот как Игнатий Тихонович замечает, дерьмо, бочка с поголубиным пометом взболтали, мы это на исповеди наши грехи взбудоражили, и опять оно осело до следующей исповеди. опять пришли, опять взболтали, а никуда этот помет, он из сосуда не девается. А как он делится? Слезы покаяния, тогда через слезы весь этот грех и выходит из этого сосуда, вместе с этим голубиным пометом. и тогда ты будешь мертвый для греха, то есть ты Христа впустил уже это бодрство, молишься, постишься, грех подошел, если Христос тебе Дух Святой подсказывает, этого не нужно делать, Бог запрещает это мерзость перед Богом. И все. Видите, тут в толковании же говорится, что в себе Христа, то есть многие говорят, что вот в себе Христа, как в себе Христа, ну причастие проглотил и все. Главное, как бы человек ни жил, главное перед смертью его прочистить, то есть в Христа у него, и тогда он воскреснет вместе с этим причастием. Нет, святые отцы с причастием люди в ад идут. Потому что Ивана 12,48 отвергающие меня и не принимающие слов моих имеют судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Слово будет судить, как ты жил. По слову ли ты жил или не по слову? То есть если ты жил не по слову, нарушал заповедь, причастие тебе нисколько не поможет. То есть это понимание пустить Христа в свое сердце, это не про причастие, это именно духом с ним слиться, вот единомыслие должно быть, вот как Христос бы поступил, так и мне нужно поступать. Мне нравится, батюшка рассказывал тоже про девушку, танцами занималась, и говорит, батюшка, вот я вот танцы так люблю, так люблю, можно мне. Говорит, ну а ты вот вообрази, вот ты пойдешь в следующий раз на танцы, вот и помолись, и скажи, Христос, пойдем со мной, пойдет он с тобой или нет? и она сразу раз и нет, не пойдет он со мной. Вот что там грех блуда, бесы блуда витают на этих танцплощадках, на этих утонченный разврат, это святые отцы называют танцы. Почему утонченный, потому что не сразу распознаешь это. Почему мужик с мужиком не танцует? А именно вот с женщиной вот эти бальные танцы. Нигде мы не видим в бальных танцах, чтобы там мужчина с мужчиной танцовала. Блядь, у нас с женщиной. А почему? А вот потому что там. Вот. А что дальше? Да. Я хочу сказать. Вот я для себя поняла, что для меня Христос находится в Евангелии, в Библии. и я себя этим Христом подпитываю через вот это священное Писание. Он там. Да. Не единым хлебом жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. То есть мы за стол там два-три раза в день садимся, а сколько раз мы садимся за Евангелие, за Слово Божие? Душу питаем ли? А если не питаем она и от голода духовного помирает, не бодрствуем над душой, не питаем мы его и как говорят, света места пусто не бывает, грех входит в эту душу. Защиты Божией нет, человек не бодрствует, не молится, к Слову Божию не обращается, не знает, как противостоять кознем дьявола. А как противостоять? А Христос нам показал написанным. И дьявол отступает. Все. Соблазняет на тебя на какой-то грех сразу. А что об этом говорит Библия? А что об этом говорит моя совесть? Я кому-либо соблазн найти? И все. Вопрос можно? Да, конечно. Скажите, а причастие тогда для какой цели? Вот если батюшки всех соблазняют на причастие, и я так понимаю, они не объясняют, для чего оно. Тогда для чего оно? Ну, вот вы у батюшки и спросите, а потом нам расскажете. Нет. Ну, это не ответ, Сергей. Ну, а я сейчас отвечу, он и не спросит никогда. Я к тому, чтобы, понимаете, вот, говорят, каков поп, такой и приход. А я могу сказать, от каков приход, такой и поп. Дал бы он президента хуже, да не нашлось, потому что люди-то в разврате живут. Это, конечно, не ответ, но причастие, когда Господь говорит о причастии. Он прямо говорит, что если не будете есть плодь и пить крови, не будете иметь в себе жизни. А что значит в себе жизнь иметь? И сколько раз он о количестве, о чистоте не говорит. То есть можно один раз перечиститься и уже в тебе жизнь это будет. Что значит не будете иметь в себе жизни? Ну вот понимаете, вот тело наше греховное, вот, греховное тело, оно тленное. А Христос, он умер и воскрес. И чтобы вот мы-то должны соединиться чувственно с этим воскресшим телом Христовым, мы церковь есть тело, Христос голова. И вот что нам голова говорит, то тело должно исполнить. Вот и ассоциация вот церковь и Христос это как муж и жена. Вот что муж сказал, жена должна исполнить. Вот и они одно тело, муж и жена, и церковь со Христом одно тело. И вот таинство причастия это вот такая вот интимное соединение с Господом веществ чувственное. И как без этого? Это необходимо. Мы поопитываемся Христом телесно, я так понимаю. Вот я как понимаю, что без этого мы не можем, тело наше не может перейти в нетленное состояние без соединения со Христом вещественным. Духом, ну конечно, мы же воскреснем и душой, и телом, человек дуалистичен, то есть тело должно быть нетленным, оно должно соединиться, должна и плоть, и кровь в нас войти, Христова и вещественного, и дух. Я так понимаю. Но если ты Духом не соединился, не живешь по заповеди, мне не поможет ничего. Брат, ты знаешь, он говорит, двигайся дальше, а то сейчас завозишь с твоей. Римлянам 8, 11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Вот здесь не о причастии говорится, здесь прямо о духе говорится. Далее, опять начинает толкование, опять начинает речь о воскресении и говорит, не страшись, что ты облечен смертным телом. Ты имеешь Духа Божия, воскресившего Христа из мертвых. Как Он Его воскресил, так и тебя несомненно воскресит, даже оживотворит. Воскреснут и те, которые не имеют Духа, но они воскреснут в наказание, а имеющие Духа воскреснут в жизнь. Поэтому-то не сказал апостол воскресит тело, но оживит живущим в тебе Духом. Не сказал жившим, но живущим, остающимся до конца. Ибо видя в тебе Духа Своего, два слова с большой буквы, Бог, не восхочет не вести тебя в брачный чертог, подобного как если не будешь иметь Духа с большой буквы, несомненно погибнешь, хотя и воскреснешь. Итак, умертви тело, чтобы жил в тебе Дух, а через него дана была тебе жизнь. И вот это толкование опять упор делается на Дух. Вот у сектантов это понятие есть, они всегда Бог есть Дух, Бог есть Дух, но они так заблудились в этом, что они отвергли и причастие, и церковь, и вышли. Бог есть Любовь. Причастие какая благодать дается? Освящающее. Аминь. Что сектанты не имеют? Вот. То есть, они засохли на этом уровне и дальше у них нет духовного рождения, нет более глубинного познания Христа, то есть, такой барьер стоит, они не могут, ну, еретики по-другому, а еретики они по-плоцком помышляют, они несчастнее всех человеков, у них Бог нужен только для того, чтобы исполнять их земные все удовольствия. У них даже поверят такое, если ты не богат, нету в тебе Духа Божия. Опять же, вот корень сребролюбия залез в мозге этих сектантов. Это и в нашей церкви есть, что там, как говорится, далеко ходить к сектантам. Трусость и корысть, корысть и трусость, то есть, про язва такая на теле Христовом, про бодение, то есть, вот, все за деньги. Римлянам 8, 12 Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Толкование. Ибо, что излил на нас Бог, то было делом благодати, а что наше, то бывает по долгу и требуется неизбежно. Объясняя же выражение не по плоти, дабы ты не понял его о существе плоти, присовокупил, чтобы жить по плоти. Я говорю, запрещаю не всякое попечение о плоти, ибо многие обязаны мы делать, ибо многое обязаны мы делать и для плоти, питать ее, греть, но такое попечение, которое доводит до греха. Ибо по плоти живет тот, кто делает плоть госпожой жизни своей и царицей души. А что наша плоть? Как она над духом может над душой нашей быть царицей и госпожой? Ну, вот лозунг всех бабушек, самых ярых врагов, внуков воспитаний. Какой? Плоской лозунг ешь больше, спи дольше. Все. И вот этому научили и сразу человека объедение, сразу у него блудные помыслы, бес чревный тут же он подчревного беса зовет, потом блуд, потом дерзость к родителям, хамство и вплоть до убийства ибо и написано, ибо дети восстанут на родителей и умертвят их. Вот посеяли вплоть, получили... Заметь, заметь, Сергей, добавлю, то есть они убийством промышляют каждый день в компьютерных играх, часами, часами, сутками убивают, 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 убивают. Да. Игнать Тихонич много об этом говорит. Я буквально сегодня этот вопрос прослушивала, Лена Гладыщок начитывала папку дети, там говорится о компьютерных играх, какое-то даже не убийство, а просто лишнее сидит за монитором, то есть у него жизнь виртуальная, они бесноватые ребятишки, телевизор или компьютер, без разницы, то есть время тратится не на полезное, то есть вы у Бога воруете время для того, чтобы плоть свою веселить. А что нужно плоти? Хлеба и зрелища. А зрелища они все в компьютерных играх. А что духу нужно? Слово Божье, милостыня, пост, воздержание. Сергей, ну ты вот видел, я вот видел, как играют, а сейчас такие компьютерные игры, они очень реалистичны. Там прям как будто ты веришь, вот реально ты убиваешь, понимаешь? То есть кровь там бежит, все вот так вот прям. И это вот, я думаю, вот убийство, это самое такое, как душа прям каменная становится от этого человека. сегодня мне тоже звонил человек из Санкт-Петербурга. Не могу войти в церковь. Он до этого мне звонил в Потеряевке, еще Володя был свидетелем, на огороде работали. Убивал на войне. Я говорю, он так от тебя нераскаянный грех в церковь не пускает, ты покайся в этом грехе. А что я такого сделал? У меня приказали, а что надо было дезертировать, а что надо было Родину предавать? Гунт заповедь Божью нарушил, написано не убей. Так я никого не убил, я Родину защищал. Родину при этом не надо убивать. Пример привел фильм по соображениям совести, никого не убил, а Родину защищал. Героя получил звание. И заповедь исполнил, и заповедь Божию не нарушил, и человеческая слава у него была. Подожди, ну в канонах, в канонах же есть, эпитемию дают за воином, кто на войне убивал, их от причастия отлучают, на три года, если я не ошибаюсь. Да, вот хорошо, что ты мне напомнил, в следующий раз он позвонит, я ему, да ему до канонов еще, знаешь, не, ну как, вот, например, прийти, что церковь учит так, церковь отлучает и считает это грехом убийства, да, вынужденным грехом убийства на войне, ну вот так они, ну это убийство она называет вещи своими именами, отлучает. Виталь, ну я скажу ему про эти каноны, а он пойдет к Попу, а Попу эти каноны в глаза не видел, он в них не верит, он плоской. Так ты и это, так ты и это тоже объясни. Да, поэтому я вот посмотрел, говорит, ролики Игнать Тихоновича, меня теперь в эту церковь не загнать, я чувствую, что там все лживое, вот, а тут его в этом отношении Попу поддерживает, и я боюсь просто, что он отойдет уже и скажет, да вы все врете, хотя он говорит, что ну все на деньги, там деньги, деньги, понятно, что истины то нету там в патриархии, где и прелюбодеянная ересь, и каждый раз приходится напоминать, и вот эта ересь убийства на войне, ну а как, священство уже сказала, поэтому пошли в убили, священник уже виднее, политические вот эти вот моменты, они важнее, чем предание старцев исполняете, а заповедь Божию нарушаете, только убийство на войне это есть предание старцев, наши старики, так Серафим Саровский, там все там Александр Невский, они же убивали, и все, и Бог их принял, они же святые, а дальше-то не договариваются, что Александр Невский, он покаял, стоит, каноны есть, забросили эти колонны, на пыльной полке пуляться, никто их не открывает, не читает, и людям рассказывает. ну вот пример, даже в моей жизни, вот я хоть не убивал, но там как бы военных действиях участвовал, по сути, защищал, охранял тех, кто убивал, то есть там, летели, самолеты, истребители, там, бомбы сбрасывали, да, и вот мы это, там, на КПП все это охраняли, защищали, я это могу точно сказать, я приехал домой, ну благодать была, то есть, я после этого меня на такое, на такие грязные дела потянуло, что я сам о себе ужасался, я у Бога вопрошел, говорю, как так, как так, я же святой, то есть мне даже в голову не приходило, я типичный прихожанин московской патриархии был, но я себя считал глубоко верующим, но я и считал это за геройство, наоборот, то есть, и все священники это поддерживали, все до одного, туда пачками, я говорю про Сирию, приезжают, то есть по 20 человек священников, им там все показывают, они все благословляют и уезжают назад, то есть, мне в голову это не приходило даже, я думал, это святое дело я сделал, но я не доумевал, я приехал когда, не удумевал, почему думаю, как будто все, Бог у меня отошел, я только сейчас, ну вот как сейчас, последний год, я это понял, что какой грех я совершил-то большой, что я вообще там участвовал в этих делах тьмы, и поэтому благодать-то и отошла, я и Евангелие там читал и все, а ничего не помогало, тебя просто тащит просто и на компьютерные игры и на все, просто на все, что можно после, когда ты приходишь, все заканчивается, и только, я благодарю Бога, что Господь меня вот вытащил просто из этого и указал мне на этот грех, и я теперь вижу, а я молился, я думал, Бог, Господь, думаю, открой мне, какая причина того, что у меня сейчас тянет на все греховное, какая причина, и не было ответа, а сейчас я понимаю, что ответ есть, и именно вот, вот этот и есть перелом, то есть там буквально улетает, вот каждые пять минут вылетает истребитель, да, он сбрасывает бомбы там огромные, то есть там люди гибнут постоянно, человек идет, и там как храм, прям идет, и все, исповедуется, причащается, все, и священников их причащает, там, ну, сотни возможно гибнут, сотни, и ничего, нету, абсолютно никакого священники, все благословляют, и ты, ну, не знаешь, ты, если ты православный, тебе это не, просто не открыто, вообще никто тебе это не скажет, ты страдаешь. спрашивают, ты в то время про каноны знал, отлучающие на три года от причастия за убийство на войне? Знал, конечно, я слезнал, как услышал об этом, слышал, что три года отлучают за это. Братья, извиняюсь, смотрите, но вот они даже противоречат себе своей философии вот этой, да, патриотической, что нет больше то любви, кто душу положит за ближницу, то есть это как бы некая бранительная война, ну, когда ты защищаешь своих, там, я не знаю, отечество, а тут, то есть, операция в Сирии, это, ну, это какое-то, какой-то защита отечества, это просто пришли на чужую территорию и там начали, какие-то делать там движения, или как Афган, или как Чечня, то же самое, пришли к чужому народу и начали там права качать, там, я не знаю, с оружием в руках, наступательная операция некая. ответ очень простой, это защитительная, поскольку, во-первых, тебя попросили государство, то есть, защитить их от террористов, и потом ты на ранних, на тех рубежах защищаешь как бы твое государство, то есть, если ты их там не остановишь, они у тебя на границе, то есть, ответ очень простой, вот ты, дело-то, дело не в защите, а дело в убийстве, в том-то и дело, что защитить, ну, действительно, если мирски рассуждать, все правильно сделано, а там террористы готовятся, ты еще там их убиваешь, все правильно, по-мирски, если вот, с точки зрения государственной, но с точки зрения христианской, ничего не годится, большой грех, вот и что тут, так-то все, с точки зрения государственной, ничего тут не подкопаешь, все правильно. Подожди, но ты же рассказывал, что там мирные жители тоже гибнут, заодно вместе с террористами, но они конечно гибнут на войне гибнут они до братья об этом не надо там рассуждать защищать мирный не уби все там у люби врага все сказали два и веришь принимаешь будешь спасен и не веришь отвергаешь будешь в аду вот и меня вот именно это язык прекрасно неправды убивал убивал каноны действуют на это даже на войне действуют грех это греха зачем поддаваться этому греху написано не убей все если ты веришь что за это бог будет тебя спрашивать и отправить тебя вон ты никогда не убьешь ни при каких обстоятельствах страх божий а страха божия нет начинаешь все гнилые подпорки родину надо защищать а они придут мою жену изнасилуют почему твою жену нельзя ее жену можно без мужа оставить ты тоже изнасиловал мужа у него отнял они и гилл все там террористы у них там вера такая они там сейчас нас поработят да и все да народ боже сколько лет порабощение был за что за грехи а что мы недостойны что мы вот этого порабощения по совести разве так 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 такой мыс такая смотри вот моисей дал заповеди не убей в числе них вот но но там же он же тоже говорил что там при любоде когда будет побито камнями что это когда когда вот те кто ее будет побивать камнями по сути дела убивать они что делают они исполняют повеление божие потому что люди поставлены на на это они не убери а они если власть законодательная исполнитель они закон исполняли то есть зову они уже не убийцы ну хотя грех из народа моего они зло останавливают апостол павел ветхий завет был где-то водителем ко христу то есть там это все допускалось и хоть и было запад не убей то есть они еще плотские были них не было этой благодати мы-то сейчас под благодатью и господь нам дает вот это вот что никогда руку не поднимешь на человек более господь иисус христос заповедовали а я говорю вам любите врагов ваших там не было лоха за лоха зуб за зуб убийство убийство а у нас господь запретил это все делать даже гетч по щеке ударить подставь другую совершенно другие заповеди более вновь да вот смотрите там было наказание допустим за тоже прелюбодеяние бы побить камнями ли там за убийство страшно это конечно страшно и все равно же люди прелюбодействовали в новом завете мы знаем женщину взяли в прелюбодеяние привели ко христу чего она не знала что это конечно знал увлечение греха настолько велико что даже под 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 знаком смерти и то люди на это шли почему адамом грех там влёк себя а здесь у нас какое-то страшно наказание за убийство там за тоже на войне отлучение от причастия казалось бы да разве можно сравнить там камнями побили а тут на на три года отлучили за один и тот же грех а когда духовно начинаешь как бы размышлять над этим потому что если тебя убьют побьют камнями ну я имею ввиду не не согрешившего а допустим я согрешил и раскаялся и меня убили душа же моя пойдет в рай в рай в рай а если меня отлучили от причастия я вне церкви уже то есть меня изгнали из тела христова за этот грех и пить имя это хоть ты и в церкви но 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 не нужно ты же на оглашенные выходите ты же выходишь ты же не причащаешься то есть ты не член церкви то есть ты оглашенные они не члены церкви и стадии оглашения если я слышал человек погибает то он не спасается но если он смертельно заболеет то и каноны повелевает его прочистить а потом если выздоравливает то опять отлучение идет так что страшнее то господь и учит нас не бойтесь убивающих тела но бойтесь того кто и душу и тело может погубить в гиену так вот нужно бояться что тебя отлучат от причастия на три года и ты в эти три года вдруг погибнешь и ты в рай не попадешь вот когда человек верит в это он никогда на войну не пойдет с автоматом да и помогать у меня сестра тоже двоюродная в сирии там я сколько и писем написал говорю не надо торговать этим оружием или чем там они не надо ну а там зарплата большая да Игнать Тихонович что-то хотели сказать давайте сейчас прошу да пожалуйста пожалуйста вопрос Игнать Тихонович в воскресенье на воскресной школе у нас зашел разговор о том с сколько дней Христос был в аду вообще сколько он умершим был вот батюшка говорит я до сих пор никак не уяснил себе этот вопрос я говорю раз говорится что Иона был прообразом Христа значит три дня три ночи они получаются и вот мы считали считали не досчитались Володя тут пожалуйста объясните в пятницу умер а в воскресенье получается два дня а там еще было затмение это считается как третья ночь солнце померкнет получается три раз оно взошло померкну я так читал правильно Игнать Тихонович нет в пятницу три часа суббота полностью и какие-то минуты воскресенья три дня поэтому церковь не может ответить во сколько Христос воскрес нигде не известно и поэтому двадцать четыре часа и тут минут пятнадцать проходит уже поется Христос воскресенье просто и понятно тут понимать не о чем три дня абсолютно точно а ночи уже не надо считать даже а откуда там про ночь там и не говорится зачем ее считать ну а то батюш у нас и ночи считал и не получалось да и ночь получается вот с пятница на субботу суббота на воскресенье и среди дня сделалась тьма ага понятно спаси Христос слава Иисусу Христу да это не мой ответ я просто запомнил у нас когда тоже человек умирает даже он три часа осталось до конца дня уже этот день считается день смерти полностью так да хотя бы несколько минут того дня захватилось уже день мы же будем в документах писать какого числа а уж там разбираться в часах никто и не будет вот рассуждение вели тут о войне сейчас времена такие не военные и государственная дума провела закон об альтернативной службе когда призывают но ты должен подать заявление не меньше чем за полгода ну может быть теперь меняют я не знаю я говорю цифры какие были сразу приняты подать заявление я такой-то христианин у нас тут у меня был это иеромонах он все написал ссылка на такую-то статью у нас есть кто не знает мы можем ему скинуть материал этот я не могу не быть заряжающим ни на корректировщиком куда снаряд падает помогать чтобы на голову упал противнику я могу только и копать окопы ползти спасать раненых ну и службу не год сделают а два или три но что интересно по сей день после заявления из наших братьев ни одного не взяли в армию ни одного документы выдадут все как надо потому что ему нужно какая-то больница чтобы он там фиксировался где-то на квартире жил им легче отстать от него а человек доказывает что-то ну доказывает а я вот слово а я никогда две буквы их никогда не разъяснят ненавидеть врага а я говорю вам там говорит если клятву исполни а я говорю вам не клянись вовсе и везде а я а я означает в другом направлении на сто восемьдесят градусов и поэтому в ветхом завете убийство так как же так было не убить заповедь была в ветхом завете а убивали по повелению убивали по повелению правильно а я говорю вам любите врагов ваших не просто молитесь а любите вот я когда делаю разное сравнение правители которые в одной стране были в другой советскими так вы что хвалите фашистов там ну дальше уже начинает громоздить я показываю как было здесь репрессии были свои там не было тут священство уничтожали а тот тиран ни одного священника не тронул тут дворянство казачество до конца вырезали офицерский состав все под репрессию пошло убили там ни одного не тронул графы дворяне все так и осталось ну что сравнивать то местный тиран в россии он в тысячу раз хуже того который напал я просто к тому говорю а тем более любите врагов тут ничего нет я и должен любить любить ну как любить показать хотя бы чтобы увидели что хорошо что плохо и вот когда сидят там священника избрали специально по воинским делам по силовым структурам и он сидит там военкомате священник и он заходит такой ну молодой человек в армии не было говорит я заявление подавал так вот мы и разбираем он говорит я не могу пойти потому что клятва запрещена у вас клятся клянусь клянусь я не могу ну теперь все ну не могу а священник начинает давить уже с религиозной стороны а как же так Александр там Невский Сергей Сергей благословил то есть он хуже военно военно уже все отступился и сейчас мне документ писать будет а священник меня в петлю заталкивает вот это когда в Чечне была компания там это поняли и попы приезжали там это все а их начали отстреливать за убитого священника платят как за полковника а у них там кого убьешь то и снайперы начали в первую очередь готовиться за ним они сразу приезжают туда в Чечню где косички отрезали в униформу и бороды нету его не узнаешь что он священник чтобы его снайпер не вычислил все откуковала кукушка а то управа на них нет найдет господь управу ну говорят не надо во первых Александра Невского мы и знать не знаем кто это такой я знаю Алексей который был когда-то Александром Невским принял схему и умер с этим а если такой он хороший зачем бы он отрекался от этого от своего имени и прочее вот так и рассуждайте а он благословил ниоткуда-то не видно что он благословил Сергия он только сказал что победа будет тяжелая то есть он видел какие события вот так коснулось дело плоти а это вопрос очень сложный ну а как по плоти по плоти да на весы станет лишний вес если у тебя метр семьдесят ну отними сто пять килограмм вот твой вес вот уже видно плоть тебя хозяйка она или рабыня вот вчера я выставил тут Лескова Николая Семеновича писателя однодумка как он жил а мне уже сразу я только насчитал да насчитал то так ну не так как раньше то и сразу так это про вас говорит однодумка ну очень много сходится очень много и главное у того на питание десять рублей выходило и у меня было десять рублей одинаково одинаково вот это люди сразу это увидели надо то и так жить кто бы ни был обрещать его однодумка все что по евангелию было вот как у нас вопросы ответы которые по библии нигде в интернете этого нету чтобы и каноны были тут и по житиям как у нас иногда до десяти житий надо открывать доказать кто насчитывает знает он Сергей Павлович 11 человек у меня насчитывает таких ответов нигде нету в интернете нету и могу сказать и не будет биография не позволяет им об этом заботиться живут шикарно все за деньги а тут ничего нет и счастливые счастливее никого нету он приехал князь он его нагнул за руку взял говорит я забочусь об императоре чтоб государство не шаталось да ладно он умный остался так он мало того пророчествовал предсказал он графом будет и правда ему графа дали этому главе ну губернатору у нас только один момент с одной с этим не сходится вот он говорит прожил 90 лет а я только 80 это одна дума он 90 лет прожил там написано это документально взято это не рассказ выдуманный вот так надо жить все свидетельство писали из рук не выпускать адастся и господь управит давайте вопросы так это не выдуманный это реальность человек реальная реально там все написано область кто был так кто-то сажда губернатора такого там не было он прямо говорит было когда когда он родился кто мать а те все написано это реальный человек как вот инокентий сибиряков его готовится канонизировать не знаю но раз монашество принял монахи его канонизируют а вот если бы не принял монашество и дальше продолжал бы раздавать так ну не пострадал умер бы до революции как сибиряков то канонизируют или нет исследования показывают за 2000 лет ни одного мирянина не канонизировали ни одного они же придумали монахи самый плохой монах ну не худейшины там совсем он лучше самого хорошего мирянина христианина что-то закрылось и все нет Игнатий Тихонович там на ДУМ бабой называл свою жену а вы по имени отчеству ну давайте вопросы у нас вопросы то сейчас обрабатываем ну что Елена много получаешь полезного? ой очень много вот кто работает понимаете они буквально плывут ну кто я тут разговаривает а Астаха то Сергей не помогаешь нам? Валентина ты хочешь помогать? вопросы озвучить вот к Вячеславу Семенову обращайся он тебе наставит выделит тебе один и там Катерина тебе будет помогать насчитывать только хорошо насчитывать ты посмотри сейчас мы выставляем уже ролики в начале четыре тысячи роликов новых будет очень здорово что вы так придумали а читать не хочется а тут слушаешь не наслушаешься я просился у Бога дай Бог Господи наставникам советников учителей и вот Господь дал и все это видите как форма какая если из-за деньга там о деньгах одно женщина там другое семья другое одна и та же картинка ее мне ставить надо она ставится затруднениями но ставится мне нужно чтобы кто сделает десять роликов какие-то прокладку сделать там что-то написать или что следующее с этой иначе я лента если одной я вообще не могу взять никак мне очень сложно у нас повторы начинаются ну пока все почти так делают вот скинул двенадцать а там несколько я туда напишу он все а следующее видно что новое начинается и говорить такого-то съесла я новое выставляю ну то есть можно сделать так учитывая что здесь на меня все ссылают а теперь мне это ставить надо и там подписывать и выправлять там работы много сначала себе скачиваю их по папкам а потом выделяю где их сохранить защитить я тоже опыт приобретаю здесь такие операции не делал никогда раньше ну сейчас у меня все налажено но главное чтобы никто не изменял ничего к старым не прилиплять даже если укажешь для меня это ничего не значит у меня все сбивается мне же переходить все время надо менять с одного кажется канала с одной позиции на другую даже на третью чтобы картинка была а картинка чтобы была я ее нажал уже нажал а картинку поставил то а теперь надо следующую вопрос а я его не могу взять потому что она пилит и пилит пока его ставит 34 движение из угла в угол делает там 34 сегодня посчитал а я сижу и жду а человек который в кучу слепит он же этого не знает и мне никак а вот я прихожу а там уже не могу найти с чего я начал а когда по 10 я их себе записываю с какого я начал следующий какой и все мне надо не повтор повтор я еще высчитаю а пропустил я уже не найду поэтому мне никак нельзя со вчерашним склеивать там было 20 да еще добавили там 15 я уже не найду все застыло 10 выставил опять перерыв сделай и опять следующее скажи это я из старого тоже вы понимаете вы понимаете кто знает кому я говорю сделать это иначе чем дальше тем хуже ну я Сергей тут не понял может быть по всем вопросам к Вячеславу Семенову обращайтесь а он мне сообщает и тогда я дам какую-то отдельную отдельную папку и по ней пойдет у меня там одна папка есть очень большая разбор выступления разбор кому дать пока не знаю надо подбирать а Вере кажется там пропустили по порядку с двух сторон из середины начале сейчас ну идет хорошо Игорь Добунов почему не помогает помогает у меня уже я могу показать от 11 человек вот сегодня скинул вот у него нет возможности такой ну нет и не надо молись об этом нет он говорит почему Игорь Добунов не помогает у него возможности не знаю Гладыщук Калиников Меньшиков Пащенко Пупков Семенов Симоненко Ткачев Игнатов Ездра и Каващев кажется тут он Владислав и уже он скинул я все помещаю гляжу чтоб повторов не было 55 папок а когда я снимаю где-то снимаю по 20 по 12 штук оно меня прерывает не закачивает и я дома это делаю я опять заново начинаю каких она 2 закачала теперь надо их выбрать отдельно поставить остальные там на 10 у меня вопрос за вопросом идет но все таки идет вперед а теперь которые закачали теперь надо чтобы она никуда не попала это в отдельную папку а чтоб не попало я теперь ее я понедельник сдаю в администрацию там особая папка я встаю вот каждый раз тут сегодня там минут 21 первого я в это время начинаю работать иногда вот в 4.40 Володя уже встает я в печку затоплю и до этого у меня идет работа ну а дальше тут ясное дело в 8 может заканчиваем это работа самая настоящая работа и надо у нас уже все установилось и ничего нигде не менять а мне удобнее удобнее это ничего еще не говорит что правильно надо смотреть на удобство у меня удобно или нет потому что мне надо скачивать от вас а потом закачивать а потом разбивать по каким она идет под разными картинками 55 картинок вот Вячеслав сделал он молодец одно дело суды там молоток другое дело лагерь другое дело женщины и там везде картинки и надписи еще замолкнут еще нету 7 минут еще за нами огромные сокровища еще в проповедях на самом деле это когда-то дойти надо понимаете еще не тронулись стихи 3467 да с пояснениями мы еще это не делали так а это некоторые понимают тут взять если из братьев то у нас тут особенно такое много знает Игорь Владимирович Дыбунов и то с третьей попытки он только начинает проникать что в стихах изложено это не стихи это проповеди в стихах повторяю ни вопросов ни стихов таких никогда нигде не было оно все как откровение я сам слушаю записываю первый раз вижу их стихотворение пока последняя строчка не появится я не могу признать что это мое настолько это выше моего уровня просто Господь взял негодное Игнать Тихонович вы когда довели сон до двух с половиной часов вы это вымаливали у Бога чтобы вы это смогли сделать конечно но я никак это же невозможно не сразу ну невозможно возможно я живой остался так а сколько успешешь я внутренне как бы ну как бы возроптал сам на себя как же так третий час жизни на кровати лежать да никак у меня мама приехала как то ну и знаешь что встаем там всегда в 4.40 она просыпается час ночи а я еще сижу сынок да ты еще не ложился она уже страдает сама там мало спала и когда просишь это благословенно у тебя идет и ни одной минуты лишнего не было то что сделал это в одну жизнь не утолочь представь себе каждая книга златоуст вот это насчитано 12 томов и на все каталоги каталоги на три размера пленок 270 375 525 сопроводительные и в это же время вручную готовил симфонию на неканонические книги на пять книг сейчас гляну назад и как Виктор Гюгоя прочитал у него начал писать когда там Виктор это отверженная ле мезерабле и он в другую комнату где не топится зашел и устроил стул прямо стоит а другой на него опрокинута и решина там ну померенно большая и взял чернила бутылку и когда написал и говорит я одно удивляюсь как паралик не хватил мою правую руку у меня точно такие же мысли были я запираюсь и дальше работаю с литературой ни зайти ни уйти и со мной трудно жить мама приехала а каши никак она под подушку голову засунет раза два каши опять потом ну ладно сынок я пойду на вокзал я там пока посижу утром уйдет вечером уже приходит приехал в гости на вокзале сидит а у меня матрасами окна завешены двери матрасами студия запись идет это сегодня говорят ой как один еще не сделаешь это господь делает и сколько дал господь помощников высказать нельзя какие мастера одной кнопкой десять магнитопонов начинает вращаться одной останавливается ремонт и все это бесплатно делалось у меня в среднем всегда уходило почему-то на любое дело девять лет девять лет я перехожу на другую делянку девять лет опять на другую почему не десять тоже не могу понять вот стихотворение написано три тысячи четыреста шестьдесят семь девять лет это получается тридцать шесть строчек девятикуплетный каждый день с суббота и воскресенье еще сто восемьдесят шесть остается это абсолютно невозможно абсолютно невероятно и в каждом стихотворении такое заложено настолько оно буквально рвет и режет и по писанию стихи есть в которой тридцать шесть строчек напротив каждой местописания книга глава стих книга глава стих все тридцать шесть строчек да еще и эпиграфы взятые не было в мировой практике нигде никогда почему да не мое это ну сказать нельзя хотя почему не сказать 2.18 Яков говорит покажи веру твою без дел твоих покажи а я покажу я покажу веру мою мою из дел моих как скажешь прямо аж винтом идут а вы о себе говорите это понимаете потому что это сразу рубит человек он понимает он никто слушатель вот он послушал а когда говоришь ну а что делаешь и когда показываешь по каждой отрасли по земле по детям по преступникам по неграмотности народа и везде заложен такой потенциал столько сил и тогда он понимает человек что он никто и тогда он начинает меня гвоздать и рвать а мне смешно я говорю ты же совершенно неповоротливый мертвец а тут смотри какая у тебя энергия то появилась вот тебе и надо было это сказать ну ты возьми вот мы поехали с Барнаула до Владивостока до Лиссабона найди мне в мировой практике за семь с половиной тысяч лет когда кто это мог сделать с целью подарки сделать подарки один комплект 750 евро стоит а мы сделали за поездки шестьсот пятьдесят а тираж только тысячу отними здесь еще сколько там сто пятьдесят я раздал еще остается то вот я приезжаю незваный негаданный они меня не знают и мое у меня не больше десять пятнадцать минут я должен вызвать доверие к себе незнакомый человек я буквально врываюсь в эту библиотеку там люди я все должен чтобы все прекратилось я вниманием полностью обладеваю я должен вызвать доверие к себе и доверие к книгам чтобы они расписались получение я должен быстренько выехать и в день минимум пять должен городов посетить и сегодня я понимаю это не сделать это невозможно тем более выходной я точно так же ищем рыскаем человек на пляже где-то мы там его ищем библиотекаря она мне не знает вот такой опыт шестьсот пятьдесят раз я останавливался с незнакомыми людьми и обстановка ломалась и подходил опыт еще больше а в это время кто-то звонит в КГБ уголовный розыск приезжают нас забирают и уехать чтобы они с нами сфотографироваться вот это не то что там какой-то там максимов или кто-то укусит тебя где-то дворкин они ничего это не знают они готовы ему сказали а он он хватает загадщик рвет а он не знает ничего незнакомый человек и я захожу и должен вызвать полное доверие а дальше книги она картинки даже не посмотрит через неделю за неделю а я должен вызвать интерес радость чтобы она подписала документ о получении выйдут провожать да фотографируются то есть такого опыта обращения с людьми нельзя добиться там где смирнов сидит или ткачев они во сне этого не видали вот возьми какой у нас порядок в храме вы видите как люди одеты вы же приезжали где вы видели такое простое ну Вячеслав был Вячеслав Николаевич где ты видел такое ты много ездил по форме одеты стоят ни шепотом ни передвижения они ну назови где я поеду повыщусь у них может быть у Осипа может быть у Ткачева у Смирнова да ни у кого нету а это труд непрерывный труд это все утеряно все забыто уже всеми да и как не бывшие как не бывшие уже это все стало вы живете за рубежом где вы видели такой порядок в храме фаур тут бывает иногда с Ливана где ты видела в монастырях или где семь минут полное молчание перед богослужением где это же новинка это работа с каждым человеком и тем более мы не так что пришли бы они без платка нет вот сейчас Елена Гладыщук пришла там девочка у ней Даша сразу по форме все вопросов вообще нету и видно лицо какое веселое у человека она не думает что ее что-то свободу отняли отделенность от мира это я говорю то что внешне видать внешне а внутренне то сколько занятий идет при том непрерывные клеветы те к которым людей отправляем от патархии это нельзя и таких правил не было у нас правила к себе не звать да как тогда вы же исчезнете исчезнем не звать а кто попросится проверять его на десятькратно а потом только допускать это тоже не было никогда нигде не было за всю мировую историю мы поставили такие преграды чтобы человек в полной свободе был мы никаких прещают там обещают амунистиктантов где-то как-то там а у нас этого нету наоборот мы удерживаем его к нам приходят люди а мы их поворачиваем в храмах где против меня учат вообще ненормально все это но по-другому пока не будет мы не себе ищем слава а Христу все наверное до этого друзья прощаться надо Игнатий Тихонов не под запомнил голова дырявая такая вот смотрите у меня ослабленный слух сейчас но я не певец но мотив на песню могу показать вот песня новое стихотворение и какой мотив как это может быть не знаю так это это еще не все меня отдельно отделяет я в отдельной морозилке камера такая там не отапливается в это время я хожу и мурлыхаю песни у меня песни рождаются я их записать не могу настоящие песни откуда это и сейчас вспоминает так туманно туманно все с собой то у меня ничего все отобрано ни карандаша ни бумажки я бы записал хотя бы песня рождается и мотив а я один ну ладно вот у нас есть от Кавачев про библиотекаря слышал нет я в библиотеке в библии не видел с одной поговорил и она все рассказала а потом я библию подарил и она обратилась и это я написал стихотворение а теперь Владислав Кавачев положил на музыку и напевает и библиотека видать да ну здорово да вообще молодец Владислав очень мне нравится как он поет все все а Виктор Николаевич Савченко где-то 86 песен кажется у него мои стихи она положена исполняет ну Виктор это вообще Моцарт для нас Бог это делает еще раз говорю благодать Божия никакого отношения ко мне это не имеет ну прямо умирают а попы особенно а вы понимаете это гордость подходит к кому к тебе ко мне как она подойдет мне об этом думать никогда не мне с утра до вечера молотят со всех сторон Вы либо Игнатий Тихонович вопрос не расслышанный человек все это или все все Сергей давай на молитву призываю отпустите я уйду наверное в рулетку сейчас Игнатий Тихонович а вот у батюшки есть расчетный счет не знаю у батюшки у меня есть а у него не знаю ну что десятину десятину послать ему не знаю батюшка он намного богаче у меня живет у него овечек до ста что-то как-то а я нигде ничего не имею минимальная пенсия но вот сейчас в январе он приедет в январе я сразу сюда десятину ему плащу за год вперед я не могу девять платить десятин я выплатил а как а как мне заплатить ему я не знаю я сразу ему плащу в конверт даю и он никогда не скажет да ладно не надо почему потому что это мое благословение понятно я через людей даю через людей там барабаш Игорь например барабаша есть там все а можно через его счет не знаю ну вот связывайтесь барабашом и делайте не знаю понятно хорошо понял благодарю благодарю все заканчиваем я молюсь поистине достойно прославлять тебя Богородицу всегда блаженную и непорочную Матерь Бога нашего ты достойна большей почести чем Херувимы и по славе своей несравненно выше Серафимов ты без нарушения чистоты родила Богослово и как истинно Богородицу мы тебя величаем Валентина Сарчисон пусть помолится Милосердный Создатель сотворивший все видимое и невидимое мы предстали перед твоим величием и просим тебя Господи Боже наш Творец во имя Иисуса Христа Спасителя нашего услышь нашу молитву и прости нас в чем мы согрешили по сегодняшний день и в сегодняшних занятиях распусти нас с миром даруй Господи нам со всей силой смелости говорит слово Твое и чтобы жизнью нашей прославлялось имя Твое Святое исправь нас исполни благодатью Духа Твое Святого и сохрани нас всех в Святой Православной Церкви вере то есть в Святой Православной вере Господи благослови патриархов подпатриарха епископов священников паству и даруй всем рождение свыше благослови Господи правителей умудри наведи страх Твой на них и сохрани их от всех покушений даруй мир Израилю избраннику Твоему России Украине Сирии где идет война и убивают Господи Тебе Господи слава честь поклонение за все Хвала Тебе Отец Сын и Святой Дух Аминь 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 ión Аминь Ставлю Инжал Аминь 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 Аминь